Здравствуйте дорогие друзья! Сейчас хочу вам открыть небольшой секрет. Мы всей семьёй сотрудничаем с компанией Arme. Советую её и вам. Это молодая российская компания. У нас 4 направления. Есть парфюм, кофе, красота и другие волны с товарами. Ежедневного спроса. Превосходное качество, доступная цена и сам продукт лёгкий для продвижения. У нас есть от видов дохода. Отход бесплатный. С одного флакона можно заработать от 500 до 1000 рублей. Хорошие отзывы и положительные эмоции. Рекомендую всем этот красивый и вкусный бизнес. Дэвид Марлелль Рэмбо. Первая кровь глава 1 его звали Рэмбо. И он был с виду вполне обыкновенным парнем с длинной густой бородой и с падающими на шею волосами. Он стоял у бензоколонки на окраине города Мэдисон, штат Кентукки, вытянув вперёд руку в надежде, что его подберёт машина, и потягивал кока-колу из большой бутылки. Возле его ног лежал спальный мешок. И кто бы мог подумать, что через день, во вторник, на него будет охотиться вся полиция округа Безелт. И уж никак нельзя было предположить, что в четвергу он будет скрываться от национальной гвардии штата Кентукки, полиции шести округов и множества частных лиц, любящих пострелять по живой мишени. Впрочем, Рэмбо знал, что его ожидают неприятности, крупные неприятности, если он не будет на чеку. Машина, в которую он просился, чуть было не сбила его, отъезжая от бензоколонки. Потом из потока автомобилей выскочила полицейская машина и подкатила прямо к нему. Он уже знал, что будет дальше, и весь напрягся. Нет, черт возьми, только не в этот раз. Больше я не уступлю. На машины крупными буквами было написано «начальник полиции» Мэдисон. Она остановилась рядом с Рэмбо, покачивая радиоантенны, и полицейский, перегнувшись через передние сиденья. Открыл дверьцу для пассажира. Он смотрел на залепленные грязью сапоги, мятые джинсы с заплатой на одной штанине, голубой свитер с питнами чего-то, похожего на засохшую кровь, и куртку из оленьей шкуры. Его взгляд задержался на бороде и длинных волосах. Нет, не это его беспокоило, а что-то другое, но начальник полиции не мог понять, что именно. Ну, полезай сюда, сказал он. Рэмбо не шелохнулся. Я сказал, полезай сюда. Должно быть жарко под солнцем в такой куртке. Рэмбо отпил кока-колы, взглянул на проходившие мимо машины, посмотрел сверху вниз на полицейского и остался на месте. У тебя что-то со слухом, поинтересовался полицейский, садись в машину, пока я не разозлился. Теперь Рэмбо изучал его, как только что тот изучал Рэмбо, небольшого роста и плотный. Морщинки у глаз и неглубокие оспины на коже, из-за которых его лицо казалось грубым, не глазей на меня. Рэмбо продолжал его изучать, серая форма, верхняя пуговица рубашки расстегнута. Узел галстука ослаблен, рубашка спереди промокла от пота. Какое у него оружие, Рэмбо видно не было. Кобура была пристегнута слева, с противоположной от пассажира стороны, я тебе говорю. Сказал полицейский, мне не нравится, когда на меня глазеют, а кому нравится? Рэмбо еще раз глянул по сторонам, потом поднял свой спальный мешок. Садясь в машину, положил мешок между собой и полицейским. Давно ждешь, спросил полицейский, целый час, мог бы прождать и дольше. Здешние обычно никого не подвозят, особенно таких, как ты. Это незаконно, быть таким, как я, не умничай. Я хотел сказать, что подвозить незнакомых у нас не разрешается. Многие из тех, кто останавливается кого-то подвезти, расстанется с кошельком, а то и с жизнью. Закрой дверь. Рэмбо не спеша отпил кока-колы, а потом сделал то, что ему было введено. Не беспокойтесь, сказал он полицейскому. Я не собираюсь вас грабить, очень смешно, кстати. Если ты не обратил внимания на надпись на машины, я здешний начальник полиции Тиссель. Уилл Фрид Тиссель, хотя вряд ли имеет значение, как меня зовут. Они пересекли центральный перекресток города, где светофор переключался на желтый. По обе стороны улицы вплотную стояли магазины, аптекарский, бокалейный, оружейный, скобяной, а также десятки других. Вдали виднелись холмы, высокие, зеленые. Кое-где тронутые красноватой желтизной умирающей листвы. Куда направляешься, спросил Тиссель. Это имеет значение? Нет. Честно говоря, никакого значения это не имеет. И все же, куда ты направляешься, может быть, в Луэсвиль, а может быть, нет, вот именно, где спишь. В лесу, именно, сейчас, я думаю, в лесу безопасно. Ночью холодает, и змеи залезли за свои норы. Рэмбо отпил кока-колы, тебя подвез сюда кто-то из нашего города. Поинтересовался Тиссель, я шел пешком. Встал на рассвете и шел пешком, ну, я тебе очень сочувствую. Значит, недаром я взял свою машину. Рэмбо ничего не сказал, он знал, что случится дальше. Они проехали по мосту над ручьем, миновали здание суда, полицейский участок рядом с судом, показал Тиссель. Однако не свернул к участку, а повел машину дальше, к выезду из города. И только за счетом с надписью, вы покидаете Мэдисон. Счастливого пути, остановился у обочины, будь осторожен, сказал Тиссель. И не напрашивайся на неприятности, закончил за него Рэмбо, вы это хотели сказать правильно. Ты это уже слышал, поэтому мне не надо объяснять, почему из-за похожих на тебя парней. Часто бывают неприятности, он положил спальный мешок на колени Рэмбо и потянулся, чтобы открыть дверьцу. Ну, будь осторожен. Рэмбо медленно вышел из машины, и еще увидимся, сказал он. Захлопывая дверьцу, нет, покачал головой Тиссель, думаю, не увидимся. Он развернул машину и поехал обратно с город, посигналив на прощание. Рэмбо смотрел вслед удалявшейся машины. Потом допил кока-колу, швырнул бутылку с канаву и, перекинув ремень спального мешка через плечо, направился с город.